А вы знали, что изображение на медали с триумфами Неамуны — это та самая загадочная вуаль? Да, мы всё ещё однозначно не знаем, что оно такое, но деталь для многих неочевидная, верно? Я люблю такие видосы, ну знаете, в которых собирают отсылки, секреты и пасхалки из разных игр, киновселенных и так далее. Да и сам замечал, что выпуская что-то подобное у себя на канале, вам эта тема тоже интересна. Дополнение «Конец света» вышло совсем недавно, и, конечно, сейчас сообщество вовсю исследует его контент, а не только качает лайтуху. Нашли уже много интересных деталей, и уверен, найдут ещё. Вы тоже пишите, что обнаружили забавного и интересного в комментариях. Ну а я в этом видео постараюсь вас чем-нибудь удивить. Приятного просмотра! Но сначала небольшое сообщение от спонсора этого видео. Спонсор сегодняшнего видео – проверенный сервис Dwing.net, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит своё время и нервы. Благодаря обновлённому функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Начнём с пикантного. Что скажете? Вы видели странный набор Ахамкара в продаже у Тез Эверис? Наверняка было недоумение, с чего бы вдруг сейчас отдельный набор посвящать винтовке Бэт Джуджу, которая не особо-то популярна. А это референс. Но вы даже не представляете, к чему этот. Расшифровать его довольно просто. Нужно просто понимать, что Ахамкары это такие космические драконы во вселенной Destiny, если упрощать. А Бэт Драгон это бренд-производитель очень специфичных игрушек для взрослых. Я показать не могу на ютюбе, но гугл вам в помощь, лучше в инкогнито вкладке. Хотел бы я знать, кто такой задорный в команде Банжи предложил эту отсылку. Теперь давайте взглянем на секреты Неамуны. Локация, которая вся пропитана эстетикой ретро-боевиков и культуры каких-то 80-х годов, идеальное место для отсылок к эпохе, которая сейчас пропитала все тренды кино, сериалов и музыки. Одни только собираемые фигурки облачных бродяг в этих коллекционных коробках чего стоят. Самой большой пасхалкой тут станет, пожалуй, затерянный сектор в порте Лемминг. Тот самый, с кучей аркадных автоматов. Тут у нас и автоматы с атрибутами тронного мира Саватун, и автомат с клешнёй и игрушками в виде Банжи 44. Странно, как он тут оказался, но да ладно. И ещё, в некоторых автоматах можно услышать звуки, которые уж очень напоминают персонажей из Хейла, серии сайфай-шутеров, созданных в Банже до Дестани. Вообще, в этом секторе много отсылок, я советую вам побродить, понаблюдать там много любопытного. За время сюжетки нас ждёт ещё одна ретро-отсылка. Та лагающая катсцена, в которой Осирис обучает Стража обращению с нитью. Её задорный монтаж, смешные фейлы с воскрешением призраком и так далее, это вполне читаемый референс к одному из самых популярных боевиков 80-х. Каратэ Кит, ну или Каратэ Пацан. А Осирис в роли Мистера Мияги? Вполне себе да, почему нет? Ещё одна забавная местная отсылка встречается игроку в самом начале первой миссии Конца Света. Когда мы впервые оказываемся на Нептуне, мы падаем на поверхность, высадившись в капсулах кабал. Тех самых, которые давили Стражей с релиза Дестани 2. Что ж, теперь давим мы их. А клянувшись назад, можно увидеть, что своим приземлением Стражи случайно придавили нескольких бойцов кабал. Карма, она такая, знаете ли. Ну и кстати, чуть ранее, когда мы ещё не покинули корабль кабал, есть эпизод, в котором мы пропрыгиваем по астероидам с одного корабля на другой. А под нами проносится флагманский корабль Императора Кауса. Мне этот момент, кстати, особенно понравился. Он замечает нас и обращается, чтобы поздить или подразнить нас. Дело в том, что в зависимости от опыта игрока, он обратится к вам по-разному. Если вы играли в Дестани 2 в сезоне Изобилия и получили печать Тень, одну из моих немногочисленных любимых, то Калус назовёт вас «О, вот и ты моя тень». А если этой печати у вас нет и вы играете недавно, то просто обратиться к вам с нейтральным «О, а вот и Страж, отлично». Ну или как-то так. В последнем городе тоже произошли некоторые изменения. Например, появился небольшой, но наконец-то заметный памятник Кейду 6, авангарду охотников, который погиб во время событий дополнения «Отвергнутые». Подойдя к нему, можно послушать несколько реплик, в которых разные персонажи отдают ему дань памяти. А перед памятником всегда будет бегать курица. Но не простая курица, конечно. Это полковник. Курица, с которой Кейд появлялся в забавных роликах сюжетки Красной войны. Отношением этого цыплёнка и Кейда посвящено много мемов. Есть и экзотическая эмоция, и скин на его револьвер с курицей. Так что полковник тут как ещё один живой памятник Кейду. Кстати, бульоны Кейд тоже любил. Тут же неподалёку посажено дерево, около которого стражи повышают свой ранг. Мне оно сразу напомнило дерево из башни из первой части. Подобное росло неподалёку от лавки оружейника Банши, а также украшало ту часть башни, которая была доступна на карте Баннерфолл в Крусибл. И то, и другое дерево, к сожалению, было уничтожено во время нападения кабал на город. Однако некий референс в этом всё равно прослеживается, и прикольно, что наш текущий тауэр теперь тоже, наконец, озеленили. Не улетаем из города, а бежим в сторону ангара. Тут игроки обратили внимание на символ на стене. Круг с треугольником в центре. Да, поиграв в конец света, теперь очевидно, что такую жирную деталь не заметит только ленивые совпадения на лицо. Я же сразу вспомнил, что видел этот знак и на стене тауэре в первой части Destiny, которая вышла в 2014 году. Нормально так, увидели то, что спрятано на виду спустя 9 лет, да? Думаете, разработчики уже тогда всё продумали? И чтобы, наконец, закрыть тему ностальгии, помните сцену, открывающую дополнение «Конец света». В моменте, в котором свидетель порезал на ровные слайсы три корабля стражей, судя по внешнему виду Титана, это были те самые три стража, которые изображали классическую, так сказать, фаер-тиму из Титана, Охотника и Варлока с первых трейлеров к Destiny. Ужасно грустно, мы все будем скучать по этим символам команды. Если вы откроете лор описания шлема Грех Незарека, который в игре Destiny 2 с самого релиза, то вы убедитесь, что там буквально описаны события рейда Источник Кошмаров. И ещё одно предсказание в лоб, да. Кроме того, сейчас мы уже знаем, что таинственный шёпот на Неамуне – это Незарек. Однако во время прохождения некоторых миссий, в начале, на релизе дополнения, это было не так для многих очевидно. До тех пор, пока вы не надевали тот самый шлем Грех Незарека. Благодаря ему, Варлоки могли слышать не просто неразборчивый голос зловещего призрака, а понять, о чём говорит Незарек. Ну и ещё одна прикольная деталь про этого бога боли. Когда вы высаживаетесь на рейд Источник Кошмаров и добираетесь до первого этапа, вы можете сразу здесь заметить то, как Незарек формируется, регенерирует и восстанавливает своё тело в капсуле. Его хорошо видно тут голова, часть торса и далее разрастающаяся нервная система. К концу рейда, когда вы прибудете для сражения с ним, вы, кстати, по сути и вернётесь на первую локацию. В миссии на экзотическую Глепу в Экскалибур можно найти сразу несколько отсылок к спутнику Ио. Локации, которая была в Дестине 2 и потом была вырезана после сезона прибытия. Тут и Ашер Мир, и босс Хоб Гоблин в точности, как из налёта Пирамидион. Ну и, конечно же, отсылки к одной из самых ярких секретных миссий той локации. Шёпот. Вот, например, карниз с подвижными плитами. Зеркальное отражение аналогичного на Ио. Ну и раз уж мы заговорили о пропавших планетах, уже с релиза дополнения стражи заговорили о том, что кажется, что пропавшие планеты будут возвращаться с ходом сезонов этого года. На это указывает и этап рейда с передвижением планет, и спутников, и то, что Авангард, говоря о поисках свидетеля, говорит о том, что мы будем искать его там, где он оставил свой след. Так что звучит убедительно. Ещё убедительнее то, что в описании финального этапа квеста на другую экзотическую Глепу, Усачья Зима, упоминается спутник Сатурна, Титан, который также был в игре и потом был вырезан перед загранью света. Ждём его в следующем сезоне? На этом у меня всё, но уверен, что в игре ещё немало секретов. Я что-то упустил? Напиши в комментариях. Ну и напомню, что для меня сейчас крайне важна ваша поддержка на странице Boosty, без шуток. Так что ссылку я оставлю в описании, заходи, подписывайся, получай не только ранний доступ к видео, но и эксклюзивные статьи, переводы и руководство. Спасибо за просмотр, удачи!